В Подойском краеведческом музее состоялась встреча известного публициста, журналиста и автора документальных фильмов Вячеслава Ерохина с учащимися среднеобразовательной школы номер 6. В год литературы и в канун 70-летия Великой Победы разговор приобрел особое актуальное звучание. Насколько правдива подача истории нашей страны? Кому выгодно формировать сознание жителей России в том или ином направлении? И как современной молодежи не утонуть в потоке информации и суметь отличить правду от откровенной лжи? Многие ученые поняли, что безнравственность невозможна не только социальная жизнь, то есть жизнь человеческая, но невозможна даже экономика, невозможна даже, так сказать, физические процессы многие безнравственности. Вы посмотрите, рыночные отношения, они полностью убили нравственность. Человек человеку враг стал. Начальника и подчиненные, это совершенно разные категории. Подчиненные между собой враждуют, кто кого там пересидит, переплюнет, перешагнет через чью-то голову. Раньше такого не было. Было понятие трудовой коллектив, сейчас его практически нет. Было понятие рабочее, сейчас его нет понятия рабочей и так далее. Вячеслав Ерохин – подальчанин, учился в третьей школе, затем окончил МГУ имени Ломоносова. Результат его многолетней творческой биографии – десятки документальных фильмов об истории России, репортажи на острые политические темы, публикации в популярных столичных изданиях, сборники стихов, книги. Предваряя просмотр документального фильма «Сталин. Разгром пятой колонны», Вячеслав Ерохин, сценарист данного фильма, подчеркнул, «Мы живем в облаке мифов и общепринятых штампов. Сталинские репрессии, хрущевская отепель или царь Иоанн – грозный тиран – это сформированное в сознании людей клише. Историю создают люди, а в ней, как и в политике, разбирается не более полутора процента населения. И чтобы не стать биомассой, сознанием которой пытаются управлять, необходимо использовать принцип методологического анализа». «Был такой у нас замечательный политик, юрист Виктор Иванович Илюхин, который занимался Катынским делом, многими другими делами, бывал в архивах, смотрел в том числе особую папку по Катыни, где масса поддельных документов, просто откровенно поддельных. И Илюхин незадолго до смерти сказал, верить нашим архивам можно уже с трудом. Потому что за годы после Сталина, Хрущев, тут все, многое-многое очень было почищено. И вот фильм, который мы сегодня вам покажем, как раз фильм о том, о фальсификации истории, касающемся непосредственно довоенного периода, наиболее интересного». Для того, чтобы завтрашним выпускникам школ было проще ориентироваться в сегодняшнем мире, Вячеслав Ерохин предлагает классификацию понимания истории, которая состоит из трех уровней информации. Первый – фактологический, весь существующий поток новостей и исходных данных. Второй – методологический, который уже требует базовых знаний и позволяет отсеивать ненужные. И третий – концептуальный, когда формируется понимание, кто дает информацию и с какой целью. Причем в массе своей люди всегда представляют собой потребителя информации. Это самый распространенный, если можно так назвать, вид сетевого или массового человека. Следующий уровень восприятия – интеллигенция, которая умеет размышлять, анализировать, думать и сомневаться. Кроме этого, есть уровень управленцев, журналистов, писателей и режиссеров, генераторов информации, образов в нужном ракурсе и в определенном контексте в угоду заказчику. Так формируется общественное мнение, матрица миропонимания. Другой уровень подачи информации – надгосударственный. Именно он и определяет мировую глобалистическую политику. А вот останется ли после нас антологический уровень, наследие, который сформирует вектор дальнейшего развития общества, нации. Поэтому необходимо не только научиться думать, как в точных науках, но и понять, а еще лучше почувствовать смысл истории, ее вектор развития, бытия. Тогда и вероятность непоправимых ошибок будет меньше. Я вам прочитаю такое стихотворение, оно, может быть, немножко сложное покажется для вас. Называется «Баллада о числах». Порой число, подобное ярлыку, оспаривать немыслимо трактовку. Тридцать седьмой, пошел сигнал в мозгу, большой террор, наколена винтовка. Семнадцатый, как заклинание, рок, возведено в науку суеверие. Один среди стогов, горящий стог, не молния виной, сложилось мнение. Тридцать седьмой, и вся эпоха в нем, измазана одной мертвецкой краской. Мы ленинские принципы вернем, стучал ботинком весь кроваво красный. Хрущев. Держите вора, примитивный ход, юродствовать, скрывая страх в безумье. В семнадцатый нас зазывали год, латать по износившейся везувий. В семнадцатый родил тридцать седьмой, три мушкетера двадцать лет спустя. Поиздевались вдоволь над страной, но надо знать приличие в гостях. Историю давно пустили вспять. Свои цветы, цвета придали датам, числам. Могли бы мы так славить сорок пять в тридцать седьмом, не проведя зачистки. В семнадцатый, тридцать семь и сорок пять. Советский шифр, великая триада, дает возможность тайны разгадать. Увидеть путь от бездны до Рейхстага. Двадцатый съезд и девяносто первый год. Два выверенных точечных удара. По детям, по здоровью, по карману. А далее везде и каждый бьет. По детям, по здоровью, по карману. Испорчен наш небесный циферблат. К числу семнадцать устремились стрелки. Всевидящего ока властный взгляд. История страны в осколках мелких. Мы сохраним родные черепки. И склеим их, живыми нас не взять. И будут стрелки, как ладьи, легки. Нестись туда, где брежет сорок пять. Включайте фильм. Первое мая 1937 года. Москва, Москва, Красная площадь. Тысячи классов стремились на трибуну Мавзолея, где с минуты на минуту должен был появиться человек, с чьим именем люди связывают свои многочисленные победы и достижения последних лет. Благодаря ему страна поднялась из руин гражданской войны и доказала Западу свое право на существование как сильное и независимое государство. Народ поверил в него. И сегодня здесь все советские люди переживали гордость за него своего вождя и свою великую и могучую Родину. Но только избранные знали, какое смятение царило в этот момент на правительственных трибунах. Прошел слух, что вот-вот будет взорван Мавзолей. В зловещем, мрачном молчании застыли у его подножия маршалы Тухачевский, Егоров и комиссар первого ранга Гомарник, организаторы военного заговора. Они отложили захват власти, и теперь, виня себя за малодуши и медлительность, ничего изменить уже не могли. Сразу после завершения парада заговорщики спешно покинули Красную площадь. В рядах их сторонников возникла паника и тревога. Только он, вождь, как обычно, был невозмутим и спокоен. Он уже знал о планах военных и принял все необходимые меры. Сегодня в неспокойной политической обстановке особенно важно отличать друзей и врагов, как внутренних, так и внешних, поскольку кто формирует современную летопись, тот потом будет управлять миром. И как будут написаны строки истории, чьей рукой, так будут жить грядущие поколения. Будем надеяться, что Вячеславу Ерохину удалось донести эту мысль до старшеклассников. Открытый урок в Коровическом музее для них, быть может, и показался несколько необычным или сложным. Но то, что это была полезная встреча, безусловно. Настоящая история, она не так правдоподобна, как нам излагают. И большинство фактов, большинство самой истории просто пытаются как-то стереть, искажают саму историю. Как все-таки Сталин приходил к власти. Это для меня такая была некая тайна небольшая. Сейчас это показали мне открытым текстом, это очень интересно. И ты понимаешь, насколько было трудно ему каких-то моментов. Интересно, в общем-то. Сегодня мне рассказали такую хорошую, я не знаю, как это назвать, цитату или пословицу. Кто владеет прошлым, тот и будет владеть будущим. И, на мой взгляд, это правдиво и доказано. То есть это действительно так. Если ты хорошо разбираешься в истории, ты никогда не допустишь тех ошибок, которые совершал кто-то в прошлом. И не допустишь их в будущем. То есть, владея прошлым, мы будем владеть будущим. Пока это песни И даже напевы Пока это просто стихи Но я вижу день Русского гнева День кары за ваши грехи И мы не святые И мы виноваты Но мы не предали страну В семнадцатом, тридцать, седьмом, сорок пятом Мы скупили вину Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok